Всем привет! В этом уроке мы научимся обрабатывать события с сайта Donation Alerts и создавать триггеры на основе полученной информации в Touch Designer. Или говоря проще, создавать интерактивные трансляции и взаимодействовать со зрителем посредством донейтов. Урок получился объёмный и затрагивающий разнообразные темы. Мы научимся создавать ключ-токен, создавать запрос для работы с API, обрабатывать формат обмена данных в JSON, форматировать данные и создавать логические алгоритмы для создания триггеров. Давайте начнём. Для начала нам необходимо зарегистрировать приложение на сервисе Donation Alerts. Придумываем имя нашего приложения. В поле Redirect URL вводим http localhost. Теперь необходимо получить код авторизации. Для этого можно использовать онлайн-сервисы для генерации Post и Get запросов. Копируем и вставляем адрес страницы и параметры из главы про авторизацию. Значения для Client ID берём со страницы нашего приложения. В поле Redirect URI вводим http localhost. Response Type равняется значению код. Для строки Scope вводим параметр для просмотра всех донатов вашей учётной записи. Проверяем, что выставлен метод get и отправляем запрос. Разрешаем доступ приложению к данному учётной записи. Перед нами открывается пустая страница, но если посмотреть строку браузера, то мы увидим наш код авторизации. Давайте скопируем его в блокнот для нашего удобства. Следующий шаг – это получение ключа токен. Для этого генерируем новый запрос, копируем адрес страницы и заполняем поля, как делали ранее. В поле Client Secret вводим IPK нашего приложения. В поле Code копируем код авторизации из блокнота. Меняем метод на пост и отправляем запрос. Перед нами открывается страница, где указан тип токена и его срок службы в секундах. Срок службы полученного токена равняется 20 годам, а это значит, что теперь на очень долго можно забыть про все шаги, которые мы делали ранее. Давайте скопируем наш токен и начнём работу в TouchDesigner. Создаём текстовый оператор, копируем тип нашего токена и сам токен. Теперь создаём оператор, который будет срабатывать каждые 10 секунд и получать новые данные о поступивших донатах и пустую таблицу. Переходим к оператору. Импортируем библиотеку JSON и Request для создания запроса и работы с полученными данными. Сдаём переменный токен, который будет равняться значению оператора с нашим токеном. Удаляем все предыдущие данные из таблицы при каждом срабатывании скрипта. Адрес страницы запроса копируем из раздела Donations, добавляем авторизацию с помощью нашего токена и формируем запрос с результатом в формате JSON. Далее нам необходимо задать переменные для параметров из полученных данных. Имя пользователя, сообщение, сумма доната, валюта, дата совершения доната. Объединить значения и добавить их в таблицу. Теперь данные в этой таблице будут обновляться каждые 10 секунд. Что можно делать с этими данными? Например, оформить сообщение о новом донате с помощью компонента из урока про анимированные шрифты. Ещё мы можем создать триггер, если сумма всех донатов превысит определённое значение. Если мы посмотрим в таблицу, то увидим, что донаты могут поступать в разных валютах и просто суммировать значения мы не можем. Необходимо сконвертировать все значения в одну валюту, например, рубли. Можно, конечно, сделать константу и вводить каждый раз курс валют вручную. Давайте сделаем автоматическое обновление этих данных. Для начала нам необходимо найти онлайн-сервис, предоставляющий данные о курсе валют в формате JSON. Создаём оператор, который будет срабатывать при каждом запуске патча и пустую таблицу. Импортируем библиотеку JSON и Request для создания запроса и работы с полученными данными. Удаляем все предыдущие данные из таблицы при каждом срабатывании скрипта. Создаём запрос и указываем адрес страницы, откуда будем получать данные и форматируем их в JSON. Указываем параметры, отвечающие за курс доллара и евро. Объединяем значения и добавляем их в таблицу. Теперь при каждом запуске патча мы будем получать актуальный курс валют. Давайте вернёмся к созданию нашего триггера. Выбираем из таблицы донаты в рублях. Выбираем из таблицы донаты в евро. Создаём константу и указываем ей значение из таблиц с курсом валют. Перемножаем значение. Выбираем из таблицы донаты в долларах. Создаём константу и указываем ей значение из таблицы с курсом валют. Перемножаем значение. Теперь суммируем все данные. Округляем и получаем сумму донатов в рублях. С помощью логических операторов можно задать условия на выполнение триггеров. Давайте теперь создадим триггер, если сумма одного доната превышает определённое значение. Но сделаем это немного по-другому, чем в предыдущем алгоритме. Выбираем строку с последним донатом. Создаём оператор, который будет срабатывать каждый раз, когда значения в строке будут изменяться и ещё одну таблицу. Создаём перемены с значением валюты и суммы из таблицы последнего доната. Также создаём перемены с значениями из таблицы курса валют. Проверяем тип валюты последнего доната и записываем в таблицу. Если указаны евро или доллары, то умножаем значение для перевода в рубли. Если указан рубль, то оставляем значение без изменений. Теперь с помощью логических операторов можно создать условия на выполнение триггеров. Спасибо, что смотрели урок. Готовый патч проекта доступен подписчикам на сервисе Patreon. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал и выход новых уроков. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях и я обязательно отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok